Что значит имя Мария? Имя Мария является самым популярным во многих странах мира. Она появилась в эпоху зарождения христианства. Значение имени Мария наделяет ее сердечностью, любовью, нежностью. Значение имени преподносит нам описание яркого холерика со сложным характером. Это разумная, работоспособная женщина, иногда угрюмая. Мария всегда готова прийти на помощь. В глубине души эта женщина может скрывать некоторую странность, которую она старается не показывать окружающим. Энергетика имени представляет собой неповторимое и удивительное сочетание требовательности, доброжелательности, душевности и противоречивости. Это имя рекомендуется давать девочкам с отчествами Александровна, Юрьевна, Михайловна, Андреевна, Вячеславовна, Алексеевна, Павловна, Леонатольевна. Практически каждое отчество добавляет свой нюанс к характеру и поведению девушки с именем Мария. Например, Евгеньевна обладает обидчивой, ранимой и нежной натурой. Обладательница отчества Андреевна очень общительной и найдет подход к любому человеку, до этого легко с ним познакомившись. Мария Алексеевна отличается практичностью, бывает напористой и раздражительна. Дмитриевна же наделена спокойным и доброжелательным нравом. Вы назвали бы ребенка этим именем? Да нет из истоков христианства на Олимп популярность имя Мария древнееврейского библейского происхождения. Оно произошло от имени Мариам. Рассуждая, что означает имя Мария, можно прийти к выводу, что существует несколько переводов. Один из переводов трактует значение имени как отвергнутое, другой подразумевает печальное. Анализируя, что значит имя Мария, можно найти в церковных документах сведения, что это имя переводится как «госпожа». Оно часто ассоциируется в православии со святой Девой Марией, матерью Иисуса Христа. Называя девочку этим именем, нужно помнить о том, что святая Богородица не может быть заступницей конкретного ребенка. Она своим покровом защищает все человечество. В большинстве случаев покровительницы девочек выбирают святую Марию Магдалину. Кроме этого, происхождение имени Мария называет еще одну заступницу – Марию Египетскую. Эта святая обратилась к вере после очень греховной жизни. На протяжении 48 лет отшельнической жизни в пустыне она молилась Господу и усердно постилась. История вспоминает и святую Марию Клеопову, преданную подругу святой Богородицы. Согласно легендам эти две женщины настолько были близки, что считали себя сестрами. Назовем знаменитых представительниц, которые оставили в истории свой значительный вклад в развитие человечества. Это выдающиеся женщины Волконская и Южневская, верные спутницы декабристов. В широких кругах известная Мария Вернацкая – ученый политэконом, а в науке – химик и физик Складовская Кюри. Мария Монте-Сори – педагог, последователь свободного воспитания. Это и актриса Ермолова, и певица Мордасова, и герой Советского Союза Поливанова, и многие другие. Деятельность Марии в общении с людьми В детские годы Мария – жизнерадостная и коммуникабельная девочка, которая с удовольствием идет на контакт. В школьные годы не менее ласковая и доброжелательная, Маша может стать прекрасной кокеткой. Она любит заводить новые дружеские отношения, в которых стремится к абсолютному лидерству. Девочка пользуется популярностью среди одноклассников, но при встрече с более удачливой соперницей в ней может проснуться зависть и желание навредить. Она хочет быть самой лучшей, поэтому отлично учится. Однако не исключены проблемы с физкультурой. Характеристика имени Мария утверждает, что ее носительница нацелена на достижение высоких духовных, творческих и интеллектуальных целей. Даже если она не сможет получить престижное образование, она в любом случае сможет достичь почета и уважения в любой сфере деятельности. Этой женщине идеально подходит административная должность, служба в органах внутренних дел. Она может добиться успехов, работая директором ресторана, архитектором, педагогом, актрисой, художником по гриму, в сфере торгового обслуживания. Мария любит общаться с людьми, поэтому ей можно порекомендовать работу продавцом, консультантом или фотомоделью, воспитателем или библиотекарем. А также медицинским работником. В характеристике Марии можно узнать, что ее судьба будет складываться согласно известной поговорке «Прожить жизнь – это не поле перейти». Она болезненно переживает свои неприятности и горести. Мария сердце отдает людям внешний вид. Взрослой Марии производит впечатление дамы со сложным противоречивым характером, но ее внутренний. Мир намного богаче, чем это может показаться. Ее душа открыта людям, всех близких и любимых людей она согревает как солнышко, теплом, любовью и заботой своего щедрого сердца. Она имеет жертвенную натуру и стремится всегда и всем помочь. Не может пройти мимо чужих проблем, при этом часто забывает о себе. Обладательница этого имени любит философствовать, наделено тонким психологическим чутьем, аналитическим складом ума. Логично обращает внимание на мелочи. Мария справедлива к окружающим, терпелива и правдива с ними и с самой собой. В общении проявляет искренность и доброжелательность. Мария склонна погружаться в свой внутренний мир, замыкаться на своих мыслях и чувствах. Как бы она ни любила помогать и давать советы другим людям, сама Маша почти не открывает свою душу и сердце окружающим. Тайна имени Мария раскрывает секрет, что ее представительница владеет прекрасной интуицией, но не использует ее в достижении целей. Она предпочитает идти проложенным путем. Маша лучше избежит всяких неожиданностей и не будет играть с судьбой в рулетку. Обладательница этого имени принципиально, она придерживается строгих нравственных правил. Для нее характерно природное чувство порядочности, особенно в критических жизненных ситуациях. Характер у Марии обидчивой и ранимой. Девушка высоко ценит уважительное и заботливое отношение к себе. Мария вспыльчива, импульсивна. Зачастую она не может контролировать свои эмоции в сложных ситуациях. Эта женщина стремится помочь окружающим людям, оказавшимся в беде. Черты характера – порядочность, доброта, надежность, активность, гуманность, хмурость, ранимость, обидчивость, непостоянство, чрезмерная эмоциональность, важная семья. Остальное подождет Марии непредсказуемо в любовных отношениях. Поэтому может совершить необдуманный поступок, который способен шокировать ее родных. Она склонна неожиданно изменить свои предпочтения, когда вдруг почувствует, что встретила взаимную любовь. Хорошие и плохие пары – значение имени Марии для девочки. В детские годы Маша растет очень подвижным и жизнерадостным ребенком. Но в свои глубокие душевные тайны никого не пускает. Девочка помогает своим родителям, нежна и ласкова с ними. Любимая игра для Машеньки – это быть нянькой у малышей. Значение имени наделяет ребенка общительностью и сердечностью. Она легко находит новых друзей, которым дарит свое тепло. Для Маши характерна настойчивость и своенравность, особенно если это касается ее личных игрушек или ее собственного мнения. Машенька ранимая и восприимчива, несколько импульсивна. Может проявить твердость и защитить себя. Своенравная активистка в школьные годы у ребенка проявляются организаторские способности. Маша будет отлично учиться из-за своих амбиций. Она не любит выполнять требования педагогов, которые противоречат ее кругозору и мнению. Каждое замечание учителей будет восприниматься близко к сердцу, она тщательно их обдумает и осмыслит. Ребенок уважительно относится к старшим, заботится о младших. Пользуется авторитетом у сверстников. Одноклассники уважают ее за активность, справедливость и умение сопереживать. К сожалению, своенравная Машенька может совершать необдуманные поступки, вызванные внезапным капризом. А также она будет завидовать тем, кто превосходит ее в чем-либо. В чем Мария добьется успеха? Имя Мария идеально сочетается с профессиями типа «человек-человек». Это означает, что она достигнет успеха в педагогической, медицинской и социальной сфере. Маша сможет проявить свои способности во время самостоятельной работы, то есть там, где отсутствует постоянное давление руководства. Мария станет прекрасным руководителем, который правильно организует труд своих подчиненных. Она легко адаптируется в новом трудовом коллективе. Трудолюбива, активна и смела. И ее уважают и ценят коллеги. Друзья идут к ней, чтобы поделиться сокровенными тайнами и злить ей свои накопившиеся переживания. Семейные мероприятия – залог успешного воспитания. Для успешного воспитания Маши нужно придерживаться следующих рекомендаций. Организовывайте в свободное время совместные игры с ребенком. Часто планируйте семейный досуг, экскурсии, поездки на природу, походы в театры, цирк и многое другое. Обращайте внимание на внутренние переживания Маши. В критических ситуациях не допускайте осложнений ее морального состояния. При принятии решений учитывайте ее личные желания. Какие игры понравятся Марии? Девочка любит заботиться о домашних питомцах, увлекается ветеринарией. Ей нравятся интеллектуальные игры, с удовольствием смотрит познавательные передачи. Мария много читает. Среди книг предпочитает энциклопедии. Девочка обожает нянчиться с малышами. У ребенка много друзей. Она часто становится организатором игр в дружеских компаниях. Маша любит прогулки со своими приятелями.